Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Deus 6 Human Revolution. В последней серии мы разобрались с радикалами, которые захватили нашу фабрику, фабрику с Arif Industries. Или Шариф, как принято говорить в нашей локализации. В принципе, я думаю, верны оба варианта, так что ничего страшного. И мы вернулись обратно в наше здание. Сейчас нам нужно отдать Тайфун Причарду и после этого сходить и поговорить с Дэвидом. Так, ну давайте заходить, пройдем точно так же через кафетерию. Посмотрим, что да как. В кафетерии, надо сказать, безлюдно. Вообще, по-моему, это просто прекрасное место для работы. Все условия. Хотел бы я работать в таких офисах. Это очень круто. Так, ладно. Все, выходим в фойе. Погодите, Security Manager, это же я. То есть, я самый главный по безопасности. Давайте сходим, посмотрим, что это, куда это ведет. Это что ли мой офис. А, вот. Да-да-да, у меня тут свой собственный офис. В принципе, было бы удивительно, если бы у главы управления безопасности корпорации не было своего офиса. Ну, давайте посмотрим. Хм, довольно-таки уютненько. Так. Какой-то модный журнал. Detroit Post. Так, что у нас здесь? Здесь почетные грамоты. Грамота за заслуги в области криминологии. Диплом университета. Нейропозин. Нейропозин, это вообще такая штука. В общем, те люди, которым пересаживают имплантанты, через некоторое время у них начинается отторжение чужеродных предметов в организме. Им нужно принимать вот этот нейропозин, они становятся от него зависимыми. Поэтому, соответственно, много минусов пока у этих имплантов. Блин, довольно уютно в этом офисе, надо сказать. Очень красиво все. Мой компьютер, узел безопасности. Тут мы можем просто пока посмотреть по камерам. Ну и ладно. Что у нас здесь? Карманный секретарь. Давайте прочтем. От Фрэнка Причарда. Что ты вернешься? А, не сказали. Учетную запись целиком удалил. Логин Мэн Дрейк. В общем, наш код доступа Мэн Дрейк. Хорошо. Причард уже думал, что все, нас можно списывать со счетов. И поэтому удалил нашу запись. Но, он не знал, насколько крепок Адам. Давайте посмотрим, что у нас на компьютере. От кого это письмо? От Афины. Афина, это, по-моему, у нас сидит в головном офисе. Секретарший. Так, Адам, не хочу тебя зря беспокоить, но у нас, похоже, очередной подозреваемый в краже нейропозин. Ну, вот, я же говорил то же самое про нейропозин. Дензел Митчелл в моем архиве Версалаев. Он искал юридический адрес. 1-3-6-4. Бла-бла-бла. Хорошо. Разберемся. Так, что у нас по заданиям? Журнал. Так, активно. Передать Тайфун Причарду. Пойдемте, передадим. Как бы там ни было. Хороший офис, надо сказать. Одобряю. Мне он нравится. Довольно-таки зрелищный вид из окна. Так, Причард у нас на этаж ниже, насколько я помню. Где-то вон там он был. Да, он, Техлаб. По-моему, сразу было ясно, что он не из борцов за чистоту. Думаю, кто-то внедрил его в шайку Сандерса, чтобы управлять этими бандитами. Да, но кто? Кто знает, что мы работаем над Тайфуном? Те же, кто напал на нас в прошлый раз, Рой. Привет, Причард. Так, так. Неужели это сам Махатма Ганди пришел почтить нас своим благотворным присутствием? Если это касается Тайфуна, я буду через минуту. Так, Причард. Я не для того рисковал головой, чтобы потерять у их дебрих процессоров и переходников. Ничего себе, ты выучил такие слова. Не думай, что раз тебе так легко удалось взломать систему безопасности фабрики, теперь ты специалист по всем этим компьютерам. Сейчас я не могу заняться Тайфуном. Да ну? К твоему сведению, сейчас я провожу общую диагностику безопасности нашей сети, чтобы узнать, как хакеру Сандерса удалось добраться до кодов. Думаю, первый вопрос, который надо задать. Чьи это были коды? Впрочем, может быть, ты уже знаешь. Дженсен, пойди выбей пару дверей, убей кого-нибудь, только позволь мне заняться своим делом. Честное слово, так мы гораздо лучше справимся. Ну ладно, пора идти к Шарифу. Да, Причард козел еще тот, но тем не менее хороший профессионал, как это зачастую бывает, поэтому приходится его терпеть. Так, сейчас мы поедем на лифте в офис Дэйда. Полезная информация, в принципе, я думаю, нам еще пригодится она для общего понимания картины происходящего. Есть какой-то Дэрол. Кто он? Пока я не знаю. Блин, ну что красивый вид. Так, а Филе? Послушай меня, возможно, это не он вложил оружие в руки Сандерсу, но все началось именно с выступления Таггарта в ООН. Уильям Таггард всего лишь ушлый политикан. Сами знаете, Дэвид. И ради сохранения лица я должен слушать его бред, не глядя ему в глаза. С улыбкой. Обязательно с улыбкой. Мы позже поговорим. Вы хотели видеть меня? Да. Как самочувствие? Бывало и лучше. Хорошо. Когда закончим здесь, загляни в клинику протез к доктору Маркович. Провериться не помешает. Если вы настаиваете. Послушайте. Насчет Сандерса. Ты выполнил свой долг, сынок. Насколько я знаю, Сандерс получил по заслугам, так что не вздумай заняться самокопанием. Ладно. Но задержал я его не поэтому. Сандерса обманули, заставив напасть на нас. Задержанный хакер искал тайфун. Вот кого надо было бы допросить. Именно. Но он покончил с собой, чтобы не дать нам сделать этого. Для этого нужна самоотверженность. Или подготовка. Ты уверен, что у него были имплантаты? Я выдернул из него провода. А полиция говорит, что нет. Они не позволили мне взглянуть на труп. Даже после того, как я пригрозил урезать их в пенсионный фонд. Так, ну боссу надо потакать. Мы же жаполизы. Успокойно. Может кто-то другой платит им больше. Так что я должен делать, босс? Нам нужно посмотреть на тело. У тебя есть старые друзья в полиции. Как ты думаешь, кто-нибудь из них может пропустить тебя в морг? Смотря кто попадется. Отправляйся в участок и попробуй попасть внутрь. Если у хакера были модификации, его нейронный узел поможет нам понять, кем он был. Свяжись со мной, как только доберешься до него. То, о чем вы меня просите, это не вполне законно. Босс, то, о чем вы меня просите, это не вполне законно. Нет, незаконно. Тебя это останавливает? Да нет, ты же босс. Просто решил, что стоит напомнить. О, спасибо. Поверь, если бы у меня был выбор, я бы поступил иначе. Но последние полгода мне кажется, что мой авторитет в этом городе уже ничего не значит. Но вам удалось не допустить спецназ на фабрику, пока я не позаботился о тайфуне. С трудом. А сейчас кто-то старается удержать нас в неведении. Нам нужен этот нейронный узел, сынок. С его помощью мы выясним, кто стоит за всем этим. И разберемся с теми, кто это сделал. Я займусь этим. Хорошо. Так, у нас два задания. Первое, встретиться с доктором Маркович. В клинику протез надо сходить. Так, это дальше по улице Аршари в Плазму. Мы сейчас выйдем на улицу. И нам нужно пробраться в полицейский участок, чтобы достать нейронный узел мертвого террориста. Сейчас я пересяду поудобнее. И мы этим, собственно, займемся. Так, что-то я не видел. Где же именно мне... Так, еще одно Праксис-очко. Блин, пожалуй, я, знаете, я... Дождусь, когда у меня будет два Праксиса-очка, и куплю все-таки вот этот социальный корректор. Потому что, я думаю, он мне в будущем еще пригодится. Лучше займить его как можно быстрее. Я всегда стараюсь в играх прокачать общение на максимум, потому что это помогает решить очень многие вопросы, просто отболтавшись. Ну ладно, выходим. Мне бы где-нибудь скинуть оружие, а то у меня уже полный инвентарь всяких пушек. Оставить один только пистолет, или пистолет-пулемет, что больше понравится, не знаю. Скорее всего, я оставлю просто пистолет, потому что он, в принципе, довольно мощный. И здесь довольно реалистично враги реагируют на попадание. Одно-двух пуль, как правило, достаточно. Так, ну что, Афина, что ты там мне писала? Я не знала, что он закончил беседу. Все в порядке? Насколько возможно. Так, можно подумать, я знаю, что это сейчас значит. После сегодняшнего выступления Таггарта телефон просто разрывает. Таггарт? Когда я вошел, шариф как раз говорил о нем. Что нынче говорит про нас отец-основатель фронта человечества? О, на сей раз он был сама искренность. Осудил все насильственные действия, направленные против нас. Предложил навестить нас лично, чтобы выразить соболезнования. Ну да. Неудивительно, что босс не в настроении. Его можно понять. Если бы все решали такие, как Таггарт, ты бы умер на операционном столе. Проблема в том, что он умеет играть на людских страхах. Вмешательство в биологию человека выглядит довольно жутко. Расскажи это инвалидам войн, которые получили шанс на нормальную жизнь. Но если Таггарт преуспеет, сможет повлиять на общественное мнение, ООН придется занять его позицию. Запомни мои слова. Этот человек проблема. Хм. Понятно. Будем иметь в виду. Таггарт не самый лучший человек. Довольно серьезный, взрослый сюжет. Тут и ООН приклетены, и политика. И при этом все это не выглядит натянутым. И вполне естественно. Так, нас ждут в нашем офисе. Ну, пойдемте сходим. По-моему, бессмысленно ждать новостей от Валентины. Сходим, посмотрим, кто нас там ждет. Надеюсь, симпатичная девушка, типа тебя. Здесь какой-нибудь толстый упырь, то я им просто сейчас рожу раздолбаю. Ладно, я шучу. Я не такой злобный. Так, погодите, куда я иду? Хотя нет, я все правильно иду. Вас ждут в вашем офисе. Спасибо, я понял. Так, поднимаемся на уровень выше. Наши два охранника стоят. И вон наш офис, Вижен. Блин, что самое прикольное. В любой офис можно войти, влезть в любой компьютер, и там наверняка будет дохрена текст. Вот такая работа над деталями. Блин, это, по-моему, просто дорогого стоит. Блин, мужик. Тим Карелло. Что тебе надо, Тим? Привет, Дженсен. Рад тебя видеть. Здорово, что ты вернулся. Как ты? Справляюсь. Жаль, что с Маган так вышло. Я понимаю, тебе нелегко. Мы сначала подумали, что и тебе крышка. Кругом беда, на штаб, вот нападение. А потом этот кошмар с фабрикой. Да, нелегкие времена. Ты-то как, Карелло? Я не знаю. Я... Я тут облажался. Капитально. Что случилось? Пару месяцев назад мы с Тинделлом, знаешь, один из техников Причарда, начали понемногу таскать нейропозин из лаборатории. Боже, Тим. Тебя же уволить могут. Сам-то понимаешь. Даже арестовать, если компания решит дать делу ход. О чем вы только думали? Я знаю. Тут... все непросто. Я сначала был против, но потом нашлись резкие причины. В общем, сейчас я хочу с этим завязать, но у Тинделла есть запись с видеокамеры, где я краду это барахло. Говорит, что настучит на меня, если я перестану ему помогать. Адам, мои дела плохи. Нужно получить эту запись. Знаю, у тебя дел до чертиков, но мне одному никак не справиться. Прежде чем подписываться под такие дела, давайте мы узнаем подробности. Что конкретно ты от меня хочешь? Нужно вернуть записи системы безопасности, которыми Тинделл меня шантажирует. Они должны быть где-то в его квартире. Может, в компьютере? И дальше что? Мне его в телефонной книге поискать? У него квартира на Бруклин-Корт. Забраться туда будет непросто. Там здоровые охраняемые ворота перед домом. О, замечательно. Ворота, конечно, можно взломать, но это потребует неслабых навыков. Поищи лучше какой-нибудь другой путь. Пожарную лестницу, например. А какой мой интерес? А меня это каким местом касается? Адам, черт! Ты вот так будешь меня трясти? Какой цинизм? Я же в беде! Может, мне удастся добыть для тебя модификацию к оружию? Черт! Вот уж не думал, что придется покупать твою помощь! Привыкай! Я играю за довольно-таки неприятного типа. У меня будет такой вот игрыш в роли. Так, ну, ладно. Давай, рассказывай. Ладно. Рассказывай. Серьезно? Ого! Спасибо, Адам! Я думал, мне конец! Запись, скорее всего, хранится на компьютере у него дома. Как найдешь ее, встретимся перед входом на парковку у подземки. Дальше сам разберусь. Понятно. Что радует, персонаж крайне хорошо озвучен. То есть, все эти нотки одновременно и просящие, и так бодрящиеся. Тем не менее, понятно сразу, что человек в беде. А за озвучку автором уважуха. Ладно, спускаемся вниз. Как же мне выбраться из этого здания? Видимо, там, где секретарша сидит, там и выход, наверное. Сначала мы сходим, пожалуй, в медицинскую клинику протез. И пусть нас доктор осмотрит. Ты умрешь первый. Ладно, уходим. Активация целей. Ой, надо было задержать. В разделе задач описываются ваши текущие задания и цели. Здесь можно найти дополнительную информацию, которая... А, ну понятно, в общем. Это пометка цели. Какое основное, а какое не основное. Так. Активно, активно, все активно. Меня все эти цели интересуют. Ой, я прям не знаю. Меня все в этой игре радует. Я еще пока не нашел ни одного минуса. Ну, кроме корявых рож, конечно, довольно-таки квадратных. Но это мелочь. Это никогда особо не играло для меня большую роль. Конечно, люди, которые купили там GeForce 580 какой-нибудь и хотят помучить игру разными настройками, они будут разочарованы от такой графики. Но, блин, мы не в графику играем. В остальном пока что это просто идеальный проект. Это, по-моему, идеальнейшее продолжение первого Deus Ex. Второй был довольно-таки посредственной игрой. Хотя я его тоже прошел, конечно. Но, блин, как-то он был не о том совершенно. Вот первая и, судя по всему, третья. Хотя это прикол, конечно. Но, блин, сделанная просто на каком-то невероятном уровне качества. Единственное, но, может быть, это... Если как в Mass Effect на половине ее прервут и скажут продолжение следует. Вот тогда это будет серьезный минус. Это одна из тех вещей, которая не позволяет мне всерьез воспринимать Mass Effect. Потому что его продают по частям. Так, ну что? Миссис Рид? О, Адам! Прости, ты меня напугал. Пожалуйста, зови меня, Кассандра. Вы с Мэган столько времени были вместе. Я как раз тебя ждала. Здесь, снаружи? Зашли бы внутрь. Не знаю. Я, наверное, еще не готова. Ты здесь работаешь. Но для меня это место, которое отняла мою дочь. Так, ну как мне с тобой поговорить? Я думаю, с матерью, которая потеряла дочь, все-таки надо поговорить как-то... Чутко. Да. Это мне в голову не приходило. Мне очень жаль. С моей стороны не очень вежливо приходить и будить плохие воспоминания. Тебе и так досталось. Да. Много что поменялось за полгода. Не могу поверить, насколько они тебя изменили. Сначала я даже не думала, что ты выживешь. Как ты с этим справляешься? Равнодушно. Я просто делаю, что должен. И плевать мне на модификации. Прагматичный подход, Адам. Но, возможно, не стоит отмахиваться от таких травматических изменений. Позвольте спросить, зачем вы хотели меня видеть? Да. Да, конечно, прости. Я здесь из-за Меган. Из-за того, что с ней случилось. Вернее, из-за расследования случившегося. А в чем дело? Если совсем просто, мне кажется, что-то не так с тем, как это дело велось. Вы думаете, что здесь что-то нечисто? Именно. Считай это материнской интуицией. Но в разговоре со следователями я заметила кучу несоответствий. А потом я встретила детектива по имени Чейз. Он подтвердил, что кое-что не было сделано должным образом. Хотя доказательств у него не было. И вы хотите, чтобы я попробовал разузнать это? Я никогда больше не услышу, как моя дочь смеется Адам. Она больше не позвонит. Не спросит, как у меня дела. И я не спрошу ее, как прошел ее день. Ее у меня украли. Возможно, все это не очень правильно, но я все равно хочу узнать, почему это случилось. Ты изменился, Адам. К лучшему или к худшему еще увидим, но я знаю, ты любил Мэган. Прошу, помоги мне выяснить, что на самом деле с ней случилось. Прежде чем подписываться под что-либо, надо узнать подробности. Нет, ну награду с убитой горем матери. Даже такая козлина, как я, просить не буду. Ладно, попробую разобраться. Тем более, это было мое солнышко. Мою девушку убили. Так что, как если надо, пасть и порву, Маргалу и выколю. Давайте попробуем. Я сам еще не занимался тем нападением. Попробую разобраться. Спасибо. Адам, для меня нет ничего важней. Сначала мне нужно встретиться с этим детективом Чейзом. Отлично. Он подрабатывает охранником в доме на Бруклин-Корт. Я буду ждать твоего возвращения в холле твоей квартиры. Почему детектив подрабатывает где-то охранником? О, он ушел в отставку вскоре после тех событий. Подробностей не знаю. Может, он сам тебе все расскажет. Я займусь этим. Так, ну и что? Мы оказались в открытом мире. Надо помочь этим людям, я думаю. Так, где у меня маркеры, которые бы отображали что да где? Понятно. Ай, на карте. Надо помочь этим людям. Во-первых, надо помочь своему бывшему другу. Забрать компромат на него. Во-вторых, надо помочь матери своей девушки разузнать правду. Тем более, что это интересно мне самому. Каким бы фригидным козлом я не делал бы Адама Дженсона в своем прохождении. Такие вещи интересуют даже его. Так, ну и давайте осматриваться. По-моему, это просто охренительно все. Какой же настоящий этот город будущего. Блин, просто круто. По телефону наверняка позвонить нельзя. Я вообще не понимаю, зачем в таком будущем нужны телефоны. Вся эта история с заложниками просто не верится. Террористы прямо у нас дома? Точно. А этот гад Тагарт говорит, что он тут ни при чем. Какой хороший велик. Ну ладно, давайте смотреть, где же, где же эта клиника. Где у нас тут карта? Клинику у нас надо пройти направо и повернуть налево. За углом, в общем. Пойдемте. Это, видимо, какой-то футуристичный вариант Honda Civic. Ты что-то ковыряешься? Летиция? Ну, твою ж мать! Это ж капитан самолично. Мистер Шариф тебя славно починил, а? Очки, смотрю, моднявые. Все дела. Черт. Как дела, Летиция? Вот уж не думала, что тебя в эти края так скоро занесет, да. Это ж после всего, что полгода назад было-то. Люди говорили, ты совсем слег. Люди меня часто недооценивают. Это у нас общие, капитан. Мы с тобой такие... Вот. Это... Слушай, деньжат не подкинешь? Пошла в жопу, бичуга. Спасибо. Я на данный момент знаю достаточно. Может быть, в другой раз. Я тебя прямо тут буду ждать, капитан. Еще бы она не хватало. Лиза, ведущая новостей. Какая приятная цифра. У нас курит браток. Ну, судя по тому, что тут написано Лимб. Видимо, и есть та самая клиника. Давайте зайдем, что ли, внутрь. К слову, поддерживаю митинги. Эти товарищи из протеза просто торговцы наркотой. Кто-то наживается на том, что все в окне. Да. Вход на очередную локацию. Клиника Лимб. Клиника Протез. Довольно странно они, конечно, перевели это слово. Но, тем не менее, оно очень вписывается в мир игры. Учитывая, что клиника торгует протезами. Крутой плащ. А, мистер Дженсен, Дэвид Шариф говорил, что вы зайдете. Я как раз просматривала результаты ваших анализов, полученные на прошлой неделе. Мне закатать рукава? Как ни странно, нет. Я не вижу никаких признаков разрастания глиальной ткани. Прошло полгода, док. Разве не надо делать инъекции нейропозина? Простое решение. Но, судя по результатам анализов, нет никаких признаков отторжения имплантов. Связь ткани и электродов, кажется, становится прочнее. И все. Значит, можно идти? Ну. Мистер Шариф просил обсудить с вами один вопрос. Вы знаете, что во время первой операции были приняты некоторые меры предосторожности? Не все импланты были включены, точно. Нам пришлось принять во внимание состояние гематомы. Мозгу требовалось время на восстановление, чтобы привыкнуть к механическим нейропроцессорам и со временем самостоятельно включить их. Где, Лудок? Чего хочешь, Шариф? Он считает, что вы готовы к ускорению процесса активации при помощи программного пакета Praxis. То есть мне больше не придется ждать, пока модификации активируются сами? Если хотите, можете подождать. Но мистер Шариф пожертвовал протез крупную сумму от вашего имени. Это гарантия того, что доступ к программам, связанным с вашими нейропротезами, будет у вас и только у вас. Пожалуйста, взгляните. А, местный магазин. Давайте посмотрим. Так, боеприпасы для тайфуна. У меня нет тайфуна, к сожалению. Или, к счастью, мне он не особо нужен, в принципе. Расходники. Что за гипостим? Что он дает? А, он добавляет здоровье, да? Не знаю. Не могу сказать, что оно мне нужно. Вот это полезная штука. Она восстанавливает наши батарейки, энергии. Во! Вот что мне нужно. Комплект Praxis. Да-да-да. Так, и парочку вот таких. Даже три. А, все, кончился. Ну, ладно. По-моему, это просто прекрасно. Очень хорошо, мистер Дженсен. На здоровье. Давайте же врубим его. Так, вот сюда я давно присматриваюсь. анализирует людей, позволяет убеждать. Так, а это что? Она уже приобретена нами, то есть... Хорошо. В принципе, я думаю, на этом мы закончим эту серию. Во что это все выльется, вы увидите в следующий. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok